Всем приветики, с вами Мелис, и сегодня у нас новая игрушечка, и кстати у меня новый фон. Да, ёлочка убежала, иконочка вот эта конечно пока осталась, я её пока оставлю, но всё, ёлочка ушла подальше, Новый год пока уходит потихонечку, так что у нас будет на заднем фоне мешание, красивый, яркий, вместо ёлочки. Так, а с игрой у нас, это у нас новый хоррор под названием Визэйч, в переводе лицо. Так что, бери вкусняшки, чаёчек, кофеёчек, надевай наушники для погружения, и поехали. Так, хорошо, всё, что я знаю об этой игре, то что мы попадём в особняк, где происходили ужасные вещи, а именно, была семейка Адамсов какая-то, которая ставила странный опыт и развлекалась людьми. Всё-таки её студия представляет. Револьвер, интересненько. За кого мы будем играть, мне интересно? За психосемейки? Или за какого-то типа журналиста, как обычно? Почему-то громко. Не говори, что ты хочешь её убить. Ну, давай без этого, ну, пожалуйста. Ты еле вставляешь патроны в револьвер. Или ты хочешь поиграть в русскую рулетку? Попадёт, не попадёт? Повезёт, не повезёт? Раз. Ага. Два. Три патрона. Кто она? Мама? Жена? Сестра? Просто женщина? Рандомная? Что вообще происходит? Так, ну ты встал. Ну, молодец. Хорошо. Ну, давай на этом закончим. Там ещё кто-то? Там что, целая семья? Не-не-не-не-не. Ты что? Там ребёнок. Это же дети. Что-то мне подсказывает, что это был папаша. И он просто пристрелил своих семей. Ну, это жесть. Это уже жесть. Я не представляю, что будет дальше. Меня эта игра уже не то, что пугает. Она слишком крипово всё сделала и жестоко. А вот это домик. А вот это домик. Ой, ё-моё. Всё, теперь уже мы играем. Тут меточки. Вот это звук. Вот это звук. Так, хорошо. Удерживайте, чтобы захватить ключ на гаража. Переместить. И тап открыть инвентарь. Ага, так удерживать надо. У нас тут есть какая-то фигня. Ля-ля-ля. Динамический ключевой предмет. Хорошо. Так, я на самом деле её помню очень давно видел. Эту игру, когда она только вышла. Чуть-чуть. Но это было так давно. Ты откроешься? Зал прогресса. Этот зал своего рода выставочной витрины предметов, символизирующих ключевые этапы игрового процесса. Предметы будут попадать вам в руки разными способами, включая завершение главы. По мере нахождения этих предметов они будут автоматически появляться в зале прогресса. Свечи. Это стационарные источники света, которые можно зажить с зажигалкой. Если вы попытаетесь двигаться со свечой в руке, она погаснет. Свечи горят достаточно долго, освещая локации, помогая повысить психическую стабильность вашего персонажа. Удерживать, использовать, изучить. Что мне с ней делать? Используйте зажигалку, чтобы ее зажечь. Уронить, бросить. Стоп, а как зажечь в нее? Так, 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 так. Пожалуйста, пожалуйста. Бегать, сменить руку, удерживать инвентарь, быстрое сохранение. Изучить, брось. Это в игре стучит или у меня уже где-то... У меня что-то стучит. Хорошо. Пусть... Пусть, короче, вот стой. Все, отлично. Пусть стоит, короче. У меня что-то стучит. И сверху, и за стеной какие-то стуки странные. А под что-то на ней ничего нету. Так, ладно. Света тоже никакого нету. Так, это типа дверь какая-то закрытая. Хорошо. А сейчас... Мне сказали удерживать. Хорошо. У меня зажигалки нету. Я пока просто вот так вот поставлю. Да, у меня нет зажигалки. Все. Тогда пошли. Тогда просто пошли. Старайтесь не оставаться на долго в темноте. Да, здравствуйте. Кто там? Здравствуйте, Дуин. Это Роуз, ваша соседка. Я понимаю, что уже поздно и знаю, что нередко волнуюсь из-за сущих мелочей. Прошу прощения, но мне немного не по себе. Почти три недели я не видела, чтобы вы выходили из дома. Все в порядке? Не могли бы вы перезвонить просто, чтобы сказать, что все в порядке? Ну все, до свидания. Значит, мы полнейшие хики и три недели не выходили из дома? Ну, могу сказать, что у тебя большой запас еды. Про питание. Не, открой. Я хочу смотреть. Хочу смотреть что-то. Пусть будет свет. Так, захватить. Ага, отлично. Оно, конечно, очень сложно открывается. Нужно слишком побольше. Зачем я это? Пусть ты там. Уйди от меня! Уйди! Все, не трогай. Что такое? это банка? Ага. Так, хорошо. Как? Пофиг. Пофиг, пофиг. Мы, походу, здесь можем трогать все, что возможно. Сюда можно поставить свечи. Хорошо. Странно, что мы можем бросать предметы, только если нажимаю F, и тогда можно выбрать, что сделать с этими предметами. так, ладно. Тик, тик, тик. Тик, тик. тик. Меня включи, включи. Заблокированный ключ, прикрепленным к нему зеркальцем. Психическая стабильность вашего персонажа влияет на ход игры. Так, долгое нахождение в темноте может снизить вашу психическую стабильность и повлечь за собой иные последствия. Психическая стабильность персонажа отображается в виде пиктограммы мозга в нижнем левом углу экрана. Если вы отчетливо видите изображение мозга, значит, ваша психическая стабильность на критическом низком уровне. И с вами может пройти нечто страшное. Пиктограммы с изображением красного облака появляются, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, также ведущей к снижению вашей психической стабильности. Хорошо. Только давай посмотрим. Знаешь что? Знаешь что? Возможно, надо было посмотреть каждый ящик и найти свечу и зажигалку. Сейчас посмотрим. Сейчас я открою дверь. Отлично. Эти зеркала. Так, книга. Black, черная книга, снова черная книга. Animal Instance. Instance. Не знаю, не понимаю. Dreaming of Fishes. Про рыбу, наверное. Фиш, это же рыба. Что-то с рыбами связано. О, снова черная книга. Он, похоже, любит авторы черных книг. Так, фигурочки, слоней, мятка там всякие. Короче, понятно, зоопарк любит. Хорошо. Бегать мы... Вот, это типа мы бегаем. Очень быстро, очень мы быстро, конечно, бегаем. Ладно. Алина, а свет-то где? А свет-то... Паранормальное явление происходит произвольным образом на протяжении всей игры. Научитесь распознавать паранормальное явление, так как они могут замедлить ваш прогресс и катастрофически понизить вашу психическую стабильность. Да ладно. Состояние психики вашего персонажа влияет в свое очередное количество паранормальных явлений. Лампочка разбита, ее можно заменить на другую. Погода сегодня будет просто изумительной. Столбик термометра не опускался ниже 77 градусов по фернгене. Отведение обещает быть фантастическим. Доставайте солнцезащитные кремы, полотенца и свяжите всех своим полотенцем. Также близких проводите с ним чудесные дни. Мы соберемся и расскажем вам побольше о гостях в студии. Специально мы проведем семейный обряд. О, ключки. Взяв этот предмет, вы начнете новую главу. Вы не сможете перейти к другой главе, пока не завершите эту. Глава? Типа, ну как бы, в смысле? А это ключи? Сколько много поломанных-то ключей? Шкаф. Я в тебя заходить не могу. Взяв этот предмет, вы начнете новую главу. Это очень странно. То есть я теперь могу рандомно выбирать какие-то главы? Я думала, это пельмени. Ох, пора бы помыть сортир. В туалетке это. Пилюльки. Это что вообще такое? Ага, здесь ушные палочки были. Так, неусмел какой-то. Сейчас бы мне еще спам звонил, прекрасно. Кто-то мне не хватает спама. Так, стоп, включи. Я ни хрена просто не вижу. Извините, извините, извините. Я случайно выключила там свет, и я не могу найти там выключ... Лампочка. Лампочки можно использовать, чтобы починить сломанные светильники. Хорошо. Мне это надо. Мне нужен светильник. Я сейчас залезу сюда, наверное, без тремянки, и все починю. Лампочка разбитая, можно заменить на другую. Что там скребется? Ныши, что ли? Крысы? Что за фигня? Я вас не звала. А ну-ка, иди отсюда. Сейчас ловушки понаставлю. И вам жить перехочется. Таблетки. Помогает установить психическую стабильность вашего персонажа. Они критически важны для вашего выживания. Когда ваша психическая стабильность достигает критически низкого уровня, восстановить ее можно только с их помощью. Хорошо. И где-то вот здесь вот. Выключатель. Где, гребаный? Выключатель. Я помню, он где-то вот здесь вот был. Свет? Я могла нажать на какой-то свет. О! И твою заново. Отлично. Закрыто. А, взаимодействие. Хорошо танцующий человек. О, тут все хорошо. Так, так, так. Не-не-не-не, все нормально. Все хорошо. Что мне с этим делать? Что мне с этим делать? Давай его... Сейчас, я снова, я снова, я смогу включить. Ты сейчас все увидишь. Я включу. Нафиг, нафиг, я не хочу ничего включать. Останьте, все. А че так темно? А че темно-то как в заднице, а? Ого. Хороший шкаф с подсветочкой. Это мне нравится. Это мне нравится, это уж точно. Ключи, пожалуйста. Я даже не вижу, что это. Я ничего не вижу. Ну, извините. Черт подери. Да, черт подери, блин, а? Ничего не видно. Мне нужна свеча или зажигалка. Свет, свет, освети мне, освети мне хоть что-то. Так, все хорошо. Все, наша стабильность психическая становится в норму. Как вот этим пользоваться, я не знаю. Какой дурак выключил мой свет? Так, хорошо. А как его использовать? Понятно. Я, походу, выпила это. Хорошо, я это выпила. Так. Я ничего не вижу, блин. Как отсюда хотя бы выйти? Вот это, кажется, коридор, да? Коридор? Это коридор. Отлично. Вот здесь был где-то выключатель. Ты издеваешься, да? Я сказала, включить свет, а не выключить. Так, сейчас мы быстренько пробежимся еще здесь. По разным комнатам. А потом... Пойдем... Искать... Главы. Так, хорошо. Ее тоже... Да... Включи! Че, перегорели? Да вы угораете. Как оно могло перегореть? Я же здесь. Я же тут мастер на все руки. Как оно могло перегореть? Сумка. Давай без сумок лака. Никакого отражения. Почему ты перегорел? О, пилюлька. Очень страшно. Очень, очень страшно. Зажигалка. Зажигалки используются как небольшой источник свет во время ваших передвижений по дому. И их хватает только на ограниченное время. Они не могут нейтрализовать стрессовую воздействию на психику. Нахождение в темноте с горящей зажигалкой будет понижать психическую стабильность вашего персонажа. Нахождение в темноте с горящей зажигалкой будет понижать. Потрясающе. Но они реально, походу, бесполезны. Че это? Это шкаф? Так, это шкаф. Хорошо, понятно. Ладно. Вот это Бликстр. Кто тут с тверьми играется? Я не поняла. Кому жить надоело? О, панда. Взяв этот предмет, вы начнете новую главу. Давай возьмем-ка ее уже. Мне нравится, панда. Существует два типа предметов. Ключевые и динамические. Динамические предметы хранятся по мере возможности в вашем динамическом инвентаре. Все они, как правило, одноразовое использование. Ключевые предметы играют важную роль в игровом процессе и хранятся в вашем ключевом инвентаре. Рисунок, изображающий панду. Глава Люси. Вероломный друг. Внимание! Старайтесь не оставаться долго в темноте! Иначе мы вас кушаем! Джо, ми, джо, джо, джош. Если вы пытаетесь двигаться свечей в руке, она погаснет. Давай вот сюда поставим. Дай мне мою свечу! Господи, что? Моя свеча! Ай, господи, бесполезность этого. Ладно. Это Бабадук. Так. Уронить? Да не урони ты просто, блин, убери в инвентарь, дятел. Не нравится мне управление. Ей это не нравится. Те же, наверное, знают фильм Страшилку про Бабадука. Он, по-моему, в шкафу и под кроватью бывает. Это как-то, ну, как-то, это, стремно. О, теперь можно открыть. И там, вот там, как в попе. Так. Так, а здесь ничего нет. А у меня зажигалка пропала, походу. А, нет, поймем. Странное дело происходит. Так, ладно, потушим зажигалку. Нет, вообще ничего не видно, господи. Я думаю, что и у вас будет ничего не видно. Как можно было так сделать? И управление кривое. И ничего не видно еще делать. Господи, спасите. Помогите. Я пошла отсюда. Давайте постучим просто. Тут повеселее как-то будет. У нас же, по идее, задание слюсь. Значит, надо как-то что-то... Что-то как-то надо это решать. Задач у меня никаких нет. У меня есть только пилюли. У меня есть только пилюли. Ого, сейф. Кажется, где-то что-то открылось. Где-то, кажется, что-то открылось. Ну, игра такая, атмосферная. Я могу спокойно сесть, посидеть и подождать, пока ко мне все придут. Вот, кто захочет, приходите, как вы. Да, я вас жду. Я с вами пообщаюсь. У нас все будет икеюшки. Да, поэтому я... Пора бы встать. Встать. Вставай. Вставай, пожалуйста. Так, вот, свет. Отлично. Так, что у нас тут еще есть? По ящикам, по ящикам. О, ключики с электрическим символом. Электрический символ. Но мы его еще, кстати, ни разу не видели. Мы видели зеркальцем двери. И все. Так, поменяем руку. Давай посмотрим, где у нас есть электрический... А этого здесь не было. Он как бы такой классный, но на нем отпечаток руки. Качели. Сохранение после сохранения всегда какая-то фигня происходит. Откуда? Оттуда где-то? Нет, точно не отсюда. Лампочки не работают. Ключик. С биркой подвал. Я не хочу в подвал. Я не готова идти в подвал. Не-не-не-не-не-не-не. Ой, какой лев классный. Ключи, пожалуйста. А у нас нету... У нас нету свечи. У нас свечи нету, к сожалению. Ага, там что-то есть. Закрыто. Надо будет, видимо, обходной путь искать. Так, можно мне свечи? Я просто хочу расставить их по дому, чтобы был как бы романтический такой у нас све... Так кто опять антенны мои трогает? Соседи гребаные, хватит. Я не могу телек посмотреть. Спокойно, из-за вас. Цвет включите мне, блин, а... Какие-то фотографии? Друзья, ты откуда-то. Зажигалка пуста? Это где? И здесь что-то нарисовано, какая-то столешница. Проигрыватель. Музыкальный. Знаешь, мне, по-моему, кажется, надо найти эту комнату. А еще у нас зажигалка пуста. А еще у нас пустая зажигалка. И как мне без зажигалки? Я уже подумала, что, ну, в принципе, наконец-таки, может, бесконечно. Может, они мне как бы фигню сказали. Походу, нет. Хранить ее больше не смысла. Ладно. Зеркальцем нет. Надо будет искать свечи, получается. Блин, это кот. А это подвал. А вот это, видимо, подвал. Вы нашли записку. Лук Кей. Подожди, там. Изучить. Хочу прочитать. Ищешь ключ от гаража? Проверь карманы джинсов, приготовленных в стирку. Обычно он там поблагодаришь меня позже. В кармане джинс? В кармане джинс. Хорошо. В кармане джинс, значит, нам надо ванну куда-то. А ванна на втором этаже. Но у нас уже есть ключ от подвала. Ну вот как? Вот как? Я вот, я видел. Вот. О, да. Так, хорошо. Джинсы. Так, джинсы-джинсы, давай откроем. Нету джинсов. Свечей тоже нету почему-то. Почему здесь нету дополнительных свечей каких-то? Как можно без свечей? Где все мои свечи? Так. Блин, ну, открой. Открой хотя бы чуть-чуть. Ну, вот. Вот так вот. Так. Вот такая фигня непонятная. Я даже мышку не вижу свою. Нету. 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 А, дай пройти. Дай пройти, малеха. Вот шкаф. Может здесь есть джинсы? Мои там, ну, грязные какие-то там джинсы, да? Здесь вообще нихрена, конечно, не видно. Свет так и не... Да. Да. Свет так и не придумали. Включать? Так. Я не знаю. Я не знаю, где таскать джинсы. Тут очень темно. Мне надо просто находить свечку, ставить свечку, чтобы освещать все. Вот так вот. А свечи где могут быть? В подвале. В подвале, в хранилище. Да. Вот там у нас могут быть свечи. Так что. Похоже, нам надо в подвал. А это даже заблокировано. Так, там наверху у нас типа сохранение. Значит, вот это у нас гараж. Кто играется с моим светом? Я сейчас разозлюсь. Сейчас выключу свет. Так, хорошо. Вот эта комната у нас какая? Гараж. Ага. А то, наверное, все же подвал. Так. Ладно. Это, конечно, все классно. Свечи тут тоже нет. Думаю, на этом мы приоснуемся. И уже в следующей серии пойдем в подвал. И у нас еще есть ключ от чего-то там с электричеством. Так что, если хоть продолжение, не забудь поставить свой царский лайкосик, написать об этом в комментариях и нажать на колокольчик. А если ты здесь первый раз, то подпишись на канал, пожалуйста. И все. Всем пока-пока.